Первый садмишин, с которым мы начнем, это Кимура. Значит, мы контролируем также здесь соперника в этой позиции. Вы можете для отработки, опять же, делать восстановление из плотного вот этого халгарда, чтобы у вас не было такого, чтобы вам вас примяли, и вы потом думаете, что вам тут сделать. Чтобы на автомате вот это у вас пошло движение, замостили, вставили коленочку, фрейм и восстановили здесь. Значит, что нам здесь нужно сделать? Во-первых, взять хороший плотный захват за кисть соперника и как бы создать вот такую небольшую натяжечку, да, то есть перекрыть. Наложить свой локоть и предплечье на свое бедро и сделать захват вот такой вот за голову. Естественно, ну, не все соперники, если вы будете работать в этой позиции, не все они тут будут находиться, кто-то будет вставать, кто-то будет менять позиции. Соответственно, это вы здесь уже будете начинать работать, что-то там, новые какие-то позиции, переходить из одного в другое, да. Но мы сейчас именно разбираем, когда мы находимся тут. И вот у вас очень много различных вариантов, как же вам развить свою игру, да, начиная с этой позиции. То есть, бам, мы его здесь взяли на контроль. Здесь на самом деле все просто. Тот же принцип. Я начинаю выпуливать свою левую ногу вперед коленом. И в этот же момент, когда у меня колено пропадает, я его как бы вот так отбрасываю своей рукой голову в сторону. Тем самым отсекая его руку, да, от его центральной линии. То есть, получается, следующее движение, бам. И мы сразу же поднимаемся. Как только мы поднялись, сразу же по задней дельте, через подмышку, забираем его здесь на замок. Опять же, все зависит от тайминга, да. Если я тоже буду долго здесь сидеть, он тоже будет на меня накатывать, блокировать. Руку, да, бедром сюда грузить меня. У меня тут проблемы уже начнутся. Здесь, как только мы вышли сюда, наша задача максимально резко уронить свое левое плечо в пол. То есть, я приземляюсь на спину и завожу его руку ему за спину. То есть, желательно не по этой траектории, где у него таз, да, а вот по такой, по наружней. То есть, я бам, бам, сюда завожу. Падаем, чик, и сразу сюда. Мы можем закрепить его здесь своими бедрами, да, и доломать его. Но, допустим, тут все зависит от подвижности, мобильности, гибкости его суставов. Либо что он может сделать? Он может начать туда дальше вращаться. У нас, опять же, наша нога может выйти просто сама по себе. Либо он, когда делает вращение, он ее что-то подзажал. Мы можем использовать свою ногу и вытаскивать ее здесь таким образом. Тем самым мы переходим в позицию Т кимура, Т кимура, да, то есть, когда мы образовали букву Т и контролируем тот же самый захват, который мы взяли в самом начале, да, ту же кимура. Здесь вот такой, да, момент. Когда мы держали в самом начале, я держал с пальцем, да, чтобы рука никуда не вышла. Для того, чтобы захват в кимуре стал максимально плотный и кисти работали жестче, вот этот пальчик, да, который я держу кисть, перевести в моменте на monkey grip. Поняли, да, то есть, так рука будет жестче работать именно в кисти. Бам, очень хороший контроль, нежели вот такой. Вот так у нас руки, они такие жидкие становятся, то есть, когда пальцы вот такие, бам, бам сюда. Упор в живот и обязательно животом заехать под него. То есть, здесь вот такой хороший контроль. И мы, опять же, с вами здесь выйдем на киму. То есть, мы ничего особо так мудрить не будем, то есть, элементарные базовые вещи, которые будут происходить в борьбе. Мы накидываем свою ногу сверху, и моя задача здесь смотреть, что сделать. Ручку ставлю на пол и начинаю вкручиваться, менять свою базу. И захожу в стандартную кимура из позиции сайд-маунт. Вы изучали, наверное, такую, да, когда вы ногой отсекаете голову соперника и работаете здесь. Дальняя нога у меня упирается также пальчиками. Она не просто у меня вытянутая, а то он меня сейчас туда перевалит, да, это дополнительная опора сзади. Здесь блокирую его голову, чтобы он опять так же не пошел на меня. И все, и веду свой замок в сторону его головы. И сейчас целиком. А если он схватил за руку все-таки? За руку? Да. Замок? Мужика на спине лежит. Тики-мура? Да. Давай сейчас что-нибудь сделаем. Значит, мы взяли его здесь, пробили, впадали назад. Выполнили здесь. Здесь поджали его, да, то есть здесь не надо даже ноги свои скрещать. Здесь обратите свое внимание именно на контроль своими коленями, да, то есть вот здесь его поджать, чтобы он никуда больше не двигался. Чик и туда, соответственно, веду. Дальше он начинает подниматься высоко. Допустим, нога либо сама вышла, либо вы помогли своей ногой, бам, и я заполз сюда. И ты говоришь, он держится. Да, он схватился. Хорошо. Сюда. Он держится. Держишь. Ну и так далее, там подумают, то есть различные вещи, если что-то не пошло. На самом деле, я очень люблю вот эту тему. Ладно, так, бонусом. Все по сто раз спрашивают. Вот эту тему люблю. Я на самом деле люблю здесь не душить, потому что, ну, понятно будет вот защищаться. Ну, тут опять же, можно соль челюстью сработать дальше. Отодвинул головой, начинаю пролазить. Большой палец вовнутрь, локоть вставил. С этой же стороны уронил бедро, и начинаю заходить, стягивать. Либо мне вот это тем нравится. Зажал, все, начинаешь рваться. Еще раз можно? Давайте, ребята, знаете, как делать? Сейчас пойдем по теме, а потом какие вопросы будут. Все, что я знаю, я поделюсь, как бы я для этого сюда приехал. Значит, еще раз. Вам здесь натяжка, контроль. Нога пошла, сбив в сторону, поднялся на локоть. Сразу же здесь вывожу. Сработал сюда. За спину обязательно завести. Дальше у него пошел кувырок. Высовываю свои ноги. Здесь, смотрите. Опять же, что может быть? Он может пойти сейчас за мной. Иди за мной. Мы можем начать идти ему за спину. Почему бы и нет? Мы сейчас работаем с вами базу. Базовую базу, так скажем, да? Тазом зашли под него. Либо животом, либо тазом. Тем самым отключаем его голову. Вы, наверное, знаете, да? Если голову соперника отключаете, вы отключаете его тело, грубо говоря. Это принцип типа кроссфейса. Вы голову в него отвернули, все, он не может никуда пошевелиться. Это борьба в стойке. Голову загрузили, он в ногу вошел вам, голову загрузили, он вас не вырвет, ничего не сделает. Правильно? Здесь то же самое. Бам. Ну и, соответственно, здесь желательно вставить. Опять же, здесь опция какая. Если я пойду своей ногой ему сюда в подмышку, я могу сделать треугольничек здесь. Наряду с этим треугольником я также могу и поменять базу свою. И выйти уже сюда. Ну что, сделаем? Да. Раз, два. Раз, два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, все вот эту тему полюбили. Я перекрыл его руку, правильно? Вот эта рука идет большим пальцем вовнутрь, максимально глубоко. Вот сюда просуруешь, в принципе, по линии его погон сюда. Дальше роняешь локоть с этой стороны, вниз локоть сразу отключаешь, чтобы он головой никуда не уходил. И выпрямляя эту ногу, ложись на это бедро. И еще знаешь, какой эффект? То есть ты когда лег, ты когда лег, еще дополнительно, смотри, что я делаю. Вот сюда. Да. То есть я больше ухожу в эту сторону и больше создаю вот это давление. Вот этим за счет этого локтя, своего смещения. И вот так свои локти дополнительно разводишь. То есть максимально вниз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok А то, что вот я потом ноги закидывал, это когда типа плотно держит, вот бывает, ну не можешь вырвать. Ты просто уже как на рычаг заходишь, но с захватом кимура. И уже начинаешь, знаешь, такой момент. Важно не тянуть, а важно такое, знаешь, резкие движения делать. Вот, допустим, захват, да? Смотри. Вот, возьми мне захват. Сделай. То есть если я буду вот... Держи, держи. То есть если я буду вот просто тянуть, да, вот тяжело. А если я вот так сделаю, он тебе легче сорвется. То есть ты создаешь этот микро-момент, когда у тебя соперник напряжения с расслаблением начинает вот так вот путать, и все, и захват начинает срываться. То есть принцип такой. И то же самое, когда крепко держишь, ты рывками выполняешь, он же не может удержать. Да, типа того. И то же самое, когда крепко держишь, он же не может удержать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok